Здравствуйте, мы будем начинать. Начнем мы с того, что мы посидим молча, сделаем небольшую медитацию. Это будет свободная форма медитации, я не буду давать вам никаких настроек. Просто примем правильную позу, это значит сядем как мы умеем, чтобы была прямая спина, сидели устойчиво, удобно, смогли расслабить тело в этой позиции. Позвоночник не нужно вытягивать в струну, у него есть легкий естественный изгиб у позвоночника, его нужно сохранять. И в то же время нужно почувствовать, как будто к макушке прикреплена ниточка, и она так тихонечко вас тянет наверх. Нужно расправить плечи, при этом не выпячивать грудь колесом, просто свободно расправить плечи, чтобы было легко свободно дышать. Расправить грудь, руки или положить на колени, как лежат уже у некоторых. Можно принять чин мудру, которую я показывал вчера, это соединенные большой и указательные пальцы. Остальные пальцы немножко подогнуты, они не смыкаются друг с другом, чуть-чуть расставлены. И вот так подогнуты позиции для обеих рук. Ладони направлены наверх, это второй вариант. Третий вариант рук, можно положить ладони одна на другую, тогда у женщин левая ладонь лежит сверху, у мужчин правая ладонь лежит сверху. Это поза Будды. Вот три варианта вам для рук, выберите любой. Следующее положение взгляда, тоже три позиции выберите любую. Первый вариант, глаза закрыты, тогда мы смотрим в глубину самих себя, внутрь самих себя, это первый вариант, с закрытыми глазами. Второй вариант, глаза открыты. Если глаза открыты, тогда мы смотрим по линии горизонта прямо перед собой, не фиксируя взгляд ни на чем. Глаза расслаблены, открыты, распахнуты, и мы удерживаем взгляд на линии горизонта прямо перед собой в пространстве. Это вторая позиция, можете попробовать ее. И третья позиция для глаз, это полуприкрытые глаза. Это взгляд Будды. Если вы посмотрите на изображение Господа Будды, вы увидите, что его глаза полуприкрыты. Не закрыты совсем и не открыты. И улыбка Будды знаменитая. Такая мягкая, легкая полуулыбка, скажем. При этом третьем варианте взгляда, взгляд направлен в пол, выберите точку метр, полтора метра перед собой на полу, и взгляд фиксируется в этом варианте на этой точке на полу перед собой. Сейчас можно попробовать все три позиции для глаз. Посмотрите, что вам удобнее, что комфортнее. Вот это такие общие замечания, общие указания по позе для медитации. Следующее, что мы делаем, мы продышиваемся. Приняли позу, установили руки, установили взгляд. Продышиваемся, это значит, мы очень медленно начинаем вдыхать воздух через нос. Я повторяю, очень медленно. Внимательно наполняем все легкие до конца полностью. Без напряжения это легко все происходит. Полный глубокий вдох через нос. И без задержки, такой же медленный, длинный выдох, с облегчением он происходит, этот выдох, полностью удаляем воздух из легких на длинном, длинном, мягком выдохе. И вот такой же следующий тоже у нас идет вдох, точно так же медленно, глубоко, внимательно. Все внимание сейчас на дыхании. Полностью наполняем легкие. И так же без задержки, долго, длинно, выдыхаем воздух до конца, чтобы не оставалось воздуха в легких совсем. И вот сейчас посидим, подышим таким образом. Не задерживаем ни на вдохе, ни на выдохе, кумбхаки нет. Замедляем дыхание еще медленнее. С каждым вдохом, с каждым выдохом делаем мы это все мягче и все медленнее. Сейчас мы заканчиваем практику продышки, делаем последний такой вдох. И делаем после него мягкий, длинный, спокойный, долгий выдох до конца. Теперь дыхание становится естественным, незаметным. Сейчас мы перестаем следить за нашим дыханием. И следующее, что мы делаем, готовясь к медитации, мы расслабляем наше тело. Не меняя позы, отпускаем все напряжение, которое есть в плечах, в шее. Расслабляем мышцы лица, расслабляем губы, щеки, глаза. Расслабляем плечи, шею. Руки, которые лежат у нас, тоже распускаем все напряжение, которое есть в руках. Просмотрим спинку. Делаем мягкой всю спину. Область таза, там, где мы сидим, тоже там расслабляем все. Чтобы мягкая была подушечка, на которой мы сидим, наша. Расслабляем животик. Внутренние органы в животе тоже все расслабляем. Кишечник, желудок, печеночку, все, что там есть, все становится мягким. И теперь расслабляем ноги. Пусть они у нас лежат, сложенные. Все равно постараемся ноги расслабить тоже. До кончиков пальцев расслабление идет. И до кончиков пальцев рук. И до кончиков пальцев ног доходит расслабление. Мягкая волна по всему телу. Почувствуем это. Вот сейчас мы дышим очень мягко, медленно, глубоко. Все наше тело расслаблено. Приятное чувство во всем теле. И последняя настройка, которую мы сделаем для медитации. Мы расслабим нашу психику, расслабим наше сознание. Почувствуем какое-то напряжение, которое может быть у нас внутри. Сейчас прям почувствуем его. Остаточное напряжение. Какие-то мысли, которые могут крутиться в голове. Какие-то проблемы, обиды, может быть. Почувствуем это. И вот это внутреннее напряжение психическое мы сейчас расслабим, распустим точно так же, как мы это сделали с телом. Такая же волна расслабления сейчас идет у нас внутри сознания. Отпускаем все. Отпускаем все до конца полностью. Все наши проблемы, заботы и печали сейчас растворяются и уходят. Почувствуем это. Очень хорошо. Теперь мы начинаем саму медитацию. Мы продолжаем оставаться в спокойном, молчаливом состоянии. При этом мы ничего не делаем. Если приходят какие-то мысли, мы ничего с ними не делаем. Как они пришли, так же они и уйдут. Остаемся в состоянии полного, спокойного бездействия и тишины. Вот так посидим. Продолжение следует... Спасибо. 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 Мы заканчиваем практику медитации. Делаем глубокий и мягкий вдох, как в начале, и на выдохе откроем глаза, у кого они закрыты, и садимся в удобную для нас позу. Отдыхаем. У кого затекли ноги, можно их вытянуть и размять. Я вам сейчас покажу простое очень движение для того, чтобы восстановить кровоснабжение в ногах. Нужно сделать вот так. Носочки вытянуты, пятки не касаются пола. Вытягиваем носочки, ноги абсолютно прямые. Очень быстро восстановите кровоснабжение в ногах. Носочки тянем только. Тянем носочки. Медленнее. Не надо быстро. Помедленнее немножко ногами. Да, вот так. Спасибо. Теперь садимся, ложимся, начинаем наш тренинг. Ребята, вот здесь у меня листочки бумаги. Это рассылка. Кто хочет получать информацию о моих тренингах, ретритах, о каких-то событиях, ну типа Конгресс А2, это Веданте, скажем, в Москве, где я бываю, или еще, то запишитесь в перерыве. Подойдите. Можно и сейчас я могу пустить. Или потом в перерыве, наверное, лучше. В перерыве, да. Ну, ручку мы найдем. Вот. Можно получать по e-mail рассылку, можно получать по SMS. Тоже можете указать, как вам удобнее. По практике медитации. То, что мы сейчас с вами делали, очень простая, небольшая медитация. Я надеюсь, что вы запомнили настройки, которые я давал. Положение тела, расслабление тела и психики, расправленная грудь, дыхание, расслабление внутри и просто молчаливое спокойное сидение. Я думаю, что ничего сложного ни для кого в этом не было и нет. Наверняка из вас кто-то уже занимается практикой медитации. Может быть, кто-то только начинает или хочет заняться. Я советую делать такую практику или подобную практику ежедневно. Если вы занимаетесь утром какими-то другими практиками, ну, скажем, хатха-йогой или цигун или чем-то еще, можно ее включить. Сколько времени вы потратили? Пять минут, не больше. Но поверьте, что если вы будете это делать регулярно, каждый день, желательно в одно и то же время, для практики нужна ритмичность. И вот этот ритм, который вы зададите себе, своему организму, своему сознанию, он сработает. Поэтому выберите, найдите в течение дня хорошее время для этой медитации. Это может быть утром, когда вы проснулись, до завтрака, конечно, сразу после пробуждения. Это может быть перед сном или, может быть, какое-то время на дню. Но постарайтесь это делать в одно время. Если не получится, вы пропустили, ничего страшного. Практика требует регулярности, упорства и дисциплины. То, что я вам говорил, совсем не сложно. Попробуйте вот так посидеть каждый день в течение какого-то времени. Ну, какого времени вы сами решите. Может быть, это станет частью вашей жизни. Может быть, вам хватит недели, вы скажете, что вообще мне это не надо, и спасибо, извините, до свидания. Может быть, так. Нужно же попробовать. Попробуйте. Есть поэтому какие-то вопросы, предложения, замечания? Пожалуйста. Кто занимается практикой медитации? Довольно много рук. Спасибо. Ну, значит, можете это использовать. А может быть, вы все это уже знаете. Я вам уже надоелся с вами указаниями, рекомендациями. Может быть, и так. Тогда слава Богу. Теперь я начинаю обычно все мои занятия со знакомства. Ну, здесь я практически не знаю никого из вас, и большинство из вас меня тоже переведет первый раз. Поэтому, я думаю, имеет смысл познакомиться и друг с другом тоже. Я попрошу каждого из вас назвать свое имя в двух словах. Сказать, какой практикой вы занимаетесь или занимались, или интересуетесь. А может быть, ничем не занимаетесь, что тоже неплохо. Ну, и какие, может быть, у вас есть пожелания к нашему божественному собранию? Прошу. Давайте с вас начнем. Можете выйти. Можете вообще вместо меня тут сесть и нам что-нибудь... А, микрофон, да. Да, это больше придаст вам вес и ответственность. Смотрите микрофон. Мне хватает вес и ответственности. Добрый день всем. Меня зовут Галина. А вообще работает он? По-моему. Это не мой микрофон. Так что неважно. Меня зовут Галина. Возраст, как сказали. Ну, это же неважно. Практика. Практика. Сейчас я занималась цигом какое-то определенное время. Была Алтай, Тибет, Индия. Дело кору. Ну, это вот как... Почему я вообще здесь? Может быть, люди не знают, что кора два слова? Ну, Кайлас, я думаю, здесь люди присутствуют, те, которые все все знают. И особо об этом не нужно рассказывать. Я полагаю, так, если интерес будет вообще у кого-то персональный, значит, можно подойти ко мне просто сюда. Что-то я могу сказать из своего опыта. А сейчас моя тема вообще, то, к чему я сейчас иду – самопознание. И вот то, что мне было предприсано. Да, я очень благодарна Юрию за письмо по электронке и вошла на ваш сайт. Вы мне очень понравились, ваше лицо. Да, да. Ну, а вы знаете, вообще-то вот я так убедилась. Вот первый взгляд на человека очень о многом говорит. Ну, тоже мой личный опыт. И поэтому я здесь. Предложите. Спасибо. И меня это устроит. Я постараюсь. Да. Ну, давайте микрофон просто передавайте. Меня зовут Татьяна. Здесь я оказалась, в общем… Я прочитала вашу книгу «Остреокунты». Она меня вообще очень затронула, зацепила, можно сказать. А сейчас я занимаюсь ум-хиллингом. Как вы можете говорить, как вы? Костя. Я из Челябинска. Челябинск, где-то 200 километров где-то. Ну, то есть, с 9 лет я подошел к различным практикам. У меня просто повезло. Постречал человека, который на данный момент мой учитель. Ну, и как-то, то есть, много чем занимался. И как-то сейчас вышло это все то, что для меня это… Ну, можно сказать надо-йога. То есть, через звук. Работа со звуком. Ну, хатха-йога тоже где-то. С хатха-йогой познакомился с 6 лет из Индии. Тоже привезли. Потом ксерокопии делали там через… Ну, так. Долго не буду о себе много народу. Андрей из Челябинска. Йога-Нидра ежедневно. Випассана практически тоже ежедневно сидячая. Мария. Занимаюсь всем и ничем. Регулярно. Матери. Дальше. … ... ... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Саша Серокимова. Я очень рада вам здесь. В практике все равно. Основной жизни. Иногда осознанно. Иногда эта жизнь подписаться. Что мне очень нравится. Иногда. Я это праздную. Вы так обстаньте, уважаемые. Вот бодхисадва. Здесь бывает бодхисадва. Это... Здорово. Спасибо. Меня зовут Светлана. Я занимаюсь йогой. Немножко по воскресеньям с Юрой Буттером. Микрофон не работает. Давайте, ребята, мы будем вставать. Чтобы все видели. И камера вас не взяла. Особенно нечего сказать. Я просто Светлана. Я просто немножко занимаюсь. Ну, пока нет. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я занимаюсь хатха-йогой и медитацией. Рада вас всех видеть. И хочется поработать. Спасибо. Меня зовут Наталья. Немножко хатха-йоги. Много книг в основном по Адвайте. Пространство сознания я купила где-то полтора года назад. Книжка понравилась сразу очень. А сами занимаетесь практикой такой? Кроме хатха-йоги? Читаю. Читаю. Думаю. Румышляю. Да. Подошла к Юре и говорю, Юра, я такую книжку нашла. Какую? Пространство сознания. Он достает из рюкзака и говорит, я ее постоянно с собой ношу. Дважды съездила в Индию. В Индию? Да. С вами мы, похоже, одномоментно учились в Питере. Только я в институте холодильной промышленности, а в институте, а в институте, а в институте, а в институте, а в институте. Это холодильник называется? Да. Холодилька была. Иностранный военно-физкультурный с холодильным уклоном. Да. Обстановку эту, помню, с Тошей не пересекалась. Но вот где-то там в подсознании ощущение того, что что-то происходит, а я не вижу, не отражаю, но что-то тут такое, что мне очень интересно, вот оно сейчас как-то всплывает. Помню. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я занимаюсь… Шриширо, Вишенка. Да-да-да-да, в дворце спорта. По воскресеньям хожу. Потом иногда хожу в Янгара-центр. Иногда? Да. Ну, когда есть возможность. Потом Акраина. Да-да-да. Просто там такая йога правильная, хорошая. Ну, мне нравится. Ну, и читаю там. Начинала Акоши. Сейчас уже Романа Махарши. Была вот недавно в Индии как раз там у Аммы и Романа Махарши. Как вам Амма понравилась? Ну, как-то так. Мне Романа Махарши больше вот гора и вообще вот сам храм. Ару Начала. Да, Ру Начала. Да. Была у Балбы тоже. Не знаю, большая шрама как-то не мое. В Бутапарке, да? В Бутапарке, да. Тоже. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я нахожусь в духовном поиске. На йогу хожу, да. Чисто физически занимаюсь. Немного ходила к Юре. Там мне очень понравилось, что разные практики. Но, если честно, я их не отделяю одну от другой. То есть как-то вот ищу себя, наверное. Здравствуйте, меня зовут Данил. Я сравнительно недавно начал заниматься йогой. И пришел для того, чтобы узнать для тебя что-то новое. Все, наверное. Меня зовут Наталья. Не занимаюсь ничем, но всем интересуюсь. Есть такое ощущение, что Бог меня куда-то ведет, а я сопротивляюсь. Вот так выпало такое счастье познакомиться с пилотом Бобой. Путешествовать с ним по Алтаю. Потом получить от него дикшу, саньясу. Но при этом, видимо, очень много ума в голове, очень много аналитики. И много размышлений. Но мир мне очень интересен. Меня зовут Олег. Я занимаюсь хатка-йогой. Занимаюсь духовными практиками. Прошел все ступени зеркала мира. Есть такая школа у нас в Екатеринбурге. Кто не знает, рекомендую. Имею дикшу от пилота Бобы. Ну и интересуюсь все, что попадает под руку по духовным практикам. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я недавно стала заниматься йогой в группе Юрия. Так, интересуюсь всем помаленьку. Стараюсь жить в состоянии осознанности. Насколько это возможно. Ну, посредством психологии, наверное, будет пока. Ну да, начала тренингами самопознания. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Елена. Ну что, я также как у нас сегодня не буду. Еще себя учусь много учебных занимаюсь. Я занимаюсь и варь-йогой. Я занимаюсь и варь-йогой. Я занимаюсь и варь-йогой. Я занимаюсь и варь-йогой. Ну, очень спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Мы вместе с моим мужем практикуем хатха-йогу и практикуем также атмакрию. Ездим на даршаны просветленному мастеру в Москву, в Питер. С вами Вишвананда. Встречи с мастерами лично мне очень нравятся. На каждой встрече получаешь интересные знания. И есть возможность двигаться дальше, что-то понять, осознать. Ну, мы пока тоже в поиске ищем своего гуру. Добрый день. Меня зовут Анатолий. Основная моя практика – хатха-йога. Я учился у Виктора Сергеевича Байко. Это Московский Центр классической юги. Да, был на нескольких семинарах. Ну, если это можно назвать, что учился. Ну и книги. Плюс к этому я сейчас пробую крия-йогу. Это линия Вишвананды, атмакрия. Ну, это как бы первые попытки, психотехник. Пока как-то не очень получается. Еще до этого я начал заниматься активной медитацией по джидду кришнамурхи. Да, вот это самонаблюдение. И по варабинду. Ну, пока еще полностью окончательно свой путь, наверное, не нашел. И поэтому встречи с интересными людьми очень меня интересуют. Я при каждой возможности встречаюсь. Скажу у нас акценту. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Практиками я не занимаюсь. И сюда привела меня моя жена и мое любопытство. Здравствуйте. Я жена. Меня зовут Ольга. Мы приехали из мяса. Да, моя практика – жена и мать, которыми я ежедневно занимаюсь. Другие практики не практикую. Я читала книгу Ильи. Меня очень она кто-то затронула. Я хотела всегда посетить семинар Ильи, ждала этого момента, когда это будет возможно. Вот мы здесь. Спасибо, что приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я курс Червоненко, Нарбекова. Ну, нравится все время узнать что-то новое. Очень понравилась ваша книга. Очень люблю путешествовать. Очень бы хотелось съездить с вами в Непал. Выездные практики были только в Джанхоте с Червоненко. На данный момент из-за финансовых возможностей нет, но на будущее очень бы хотелось. Да. Всем добрый день. Меня зовут Дарья. Я только начала заниматься у Юрия йогой. Практикую пока все, что получается. Получаю много для себя нового всего, узнаю. И пытаюсь это применять в другой жизни. Ну, не только в духовной, но еще в обычной. Спасибо. 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 Меня зовут Ленора, я из Челябинска. Я тоже много путешествую и занимаюсь последние годы с Татьяной Платоновой. В феврале мы жили в монастыре в Таиланде в буддистском. Нет, у них не випассан, у них дыхательные практики. А сюда меня привела два, это меня все, что касается недвойственности, очень интересует. Я пытаюсь тоже делать эти практики, поэтому я здесь. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Здравствуйте. Хатха-йога. Учусь у наших йогов, у буддийских учителей. Индия. Кидранатх-бадренатх. И две книги. Ильи. Здравствуйте. Меня зовут Алла. Ваша книга, моя любимая книга. Спасибо. Я немного занималась йогой, немного изучала ведическое знание. Немного, всего чуть-чуть подкусила, надкусила. Серьезно ничего. Серьезно ничего. Серьезно ничего. Но не двойственность, да. У нас будет круто желание. Как все есть? Ну, знаете, со вчерашнего дня у меня как-то так свободно внутри было спокойно. Я поняла, что ум успокаивается как раз. Не двойственность. Я желаю всем прийти к этому покою, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Игорь. Я ничем не занимался. Ничем не занимаюсь. И не буду заниматься. И вообще мне сказали, что здесь чай очень вкусный. И вообще мне очень нравится ваша рубашка. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Занимаюсь хатха-йогой, но не регулярно. В плане самопознания очень многое мне дала психология. Я занимался три года в Санкт-Петербургском институте гештальта. Там очень много связано с восточными тоже практиками. Вы сами не делаете хатха-хатха? Нет, я по другому пути пошел. Это не мое. Я риэлтор, агент, то есть специалист по недвижимости. Такая моя практика, да. В плане самопознания только я это очень многое дала, конечно. Был в Индии один раз, но просто как турист в Гоа. Единственная страна, где я был, где на самом деле можно просто выйти, ни о чем не думая, ничего не делая, что там, ну, может быть, какие-то желания там есть. Выйти, просто пойти. И как-то вот оно все так чудесно сбывается. Это на самом деле так было в одной стране только. Ну и сюда пришел с пожеланиями неконкретными. Просто вот пришел вот так тоже, что какие-то моменты, осозная, что-то сбудется тоже. То есть нет каких-то конкретных пожеланий. Пришел почему? Я прочитал вашу книгу. То есть я, чтобы многие вещи осознать, я перечитывал некоторые статьи раз по пять. Перечитывал, перечитывал. Потом в течение пяти месяцев происходили в сознании какие-то удивительные вещи, зрения. То есть вот эта книга начала раскрываться просто. Когда услышал, что вы сюда приезжаете, я не задумываюсь, просто взял и записался. Ну и с вами познакомиться очень интересно. Да, спасибо. Добрый день всем. Меня зовут Оля. На самом деле я никогда не занималась в интернете. и это кто-то не работает я. Спасибо. Ребята, спасибо. 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 Это книга, все это не случайно, книга Ильи от «Пространство сознания», одна из моих самых любимых, я ее много раз перечитывал, иногда использовал даже на группе для введения в состояние особое. Спасибо. Ну вот еще одну написал, скоро сможешь еще одну использовать. Спасибо. Кто дальше, ребята? Все, да? Ну здорово. Я очень рад вашей презентации, потому что я вижу, что действительно много серьезных ребят с серьезным запросом и с практикой уже идущей. И это здорово. Так с чего же нам начать? Хочется выдать все сразу? Подсказывает. Хорошо, спасибо. Я принял. Давайте действительно начнем с самого главного. Вы знаете, есть такие недвойственные школы. Ну это, я их так называю, может быть, это уже принятый термин, я не знаю. Школы, которые ведут человека вот прямо туда, к состоянию недвойственности. Этих школ немного на земле. Это ранний даосизм, это дзакчен, это кашмирский шиваизм, это продвинутые школы йоги, тантры, дзен, Адвайта Веданта. Вот и все. Список короткий. Высшее знание дается в небольших количествах, в очень малом количестве школ на самом деле. Потому что мало людей может его усвоить. Это не широко востребованный товар на духовном рынке. Это хорошо. Я в своей работе, в своей жизни и практике старался брать суть недвойственных учений. Конечно, это так сильно сказано, я понимаю. Потому что, чтобы изучить хотя бы малую толику одной из указанных школ, нужна не одна жизнь. Я это отлично понимаю. Но в то же время жизнь у каждого из нас одна. И что мы можем сделать в этой одной жизни? Я старался по мере своего разумения, по мере своей кармы, брать суть вот этих учений. Суть во всех учениях одна. Вы все это отлично знаете. Потому что мир, в котором все мы живем, это один мир. Это не два, не три, а один. Одна реальность. И каждая из этих учений, недвойственных, это способ описания этой реальности. Так же, как физика, математика, или поэзия, или кино. Это способ описания одной и той же реальности. В чем отличие вот этих недвойственных школ от других способов? В том, что они описывают реальность наиболее точно. Вот и все. Наиболее точно. Эти школы, эти мастера проникли в суть вещей, явлений мира, самих себя. И они передают эту суть людям. Как они умеют. В той форме, которая вызвала в этой стране, на этой природе. Создаются такие традиции. Они дошли до нас. В чем же вот эта суть? Вы все хорошо знаете, многие из вас уже практикуют, что эту суть выразить в словах нельзя. Она передается в молчании. И это правда. Что бы мы ни говорили об этом, все будет его искажать. Лучше об этом, о недвойственности. Условно говоря, о недвойственности, какое еще слово? Или о Боге, или о высшем Я, о чистом сознании. Можем назвать как угодно. Лучше всего об этом молчать. Поэтому самые большие мастера, они молчат. Романа Махарша, имя которого здесь звучало, в основном молчал. Да, остались книги, записи, бесед с ним. Это записывали ученики, он сам мало что, почти ничего не писал. Немного осталось от него текста. Так вот, как проводил время в Ашраме? Он молчал. Он отвечал на вопросы, если у людей были вопросы. Но остальное время была тишина. Однажды его спросили, уважаемые Романа, почему вы молчите? Почему вы не рассказываете людям о той истине, которую вы пережили? Он сказал, что в тишине передается вибрация. А вибрация изменяет человека лучше, чем любые слова. И это правда, это так. Слова создают сотрясение в воздухе. Вибрация более тонкая, более чистая вещь. Вибрацию можно воспринять только сердцем. Вибрацию можно воспринять только открытым сердцем. Закрытое сердце вибрация глухо. Посвящение во всех недвойственных школах происходит в молчании. В учении дзакчен при посвящении ученику дается или показывается маленькое зеркало. Почему? Потому что учитель это не что иное, как зеркало. Он показывает ученику его самого, его истинное лицо. Кто он такой на самом деле? Вот как работает мастер. Он работает, как зеркало. И чем чище это зеркало, тем лучше учитель. Знаете, есть такие зеркала, в которых ничего не видно. А есть абсолютно новые чистые зеркала. Это лучшие учителя. Так вот, Роман Амахарше молчал и работал как генератор вибрации, которая изменяла сознание людей. Но в то же время, если только молчать, то ничего не понятно. Истина должна быть обличена в какие-то формы, в какие-то слова, образы. Не обязательно в слова. Это может быть музыка, это может быть танец. Вы знаете, что Господь Шива иногда его называет Натарадж, Бог танца. Он передавал недвойственную истину разными способами, и в том числе вот этим своим космическим танцем. Знаете, Господь Шива танцующий в круге, Натарадж. И в то же время Ариши Васиштха, о котором мы вчера упоминали, это много-много томов записанных текстов на санскрите, описывающих истину и путь. Поэтому мастера передавали всегда истину как разными способами. И через слова, и через молчание, и через танец, и через музыку, как они только могли. В недвойственных школах есть одно интересное правило. Сразу сдается самое главное. В самом начале, когда приходит ученик, ему сразу дается суть. На! Если ученик может ее взять, ему больше ничего не надо. Он берет это главное и уходит. Он свободен. Мало кто на это способен. Учитель видит, как это работает. Он видит, смог человек взять самое главное или не смог. А если смог, то насколько оно глубоко вошло в его сердце. Если человек не может взять суть сразу, то ему дается на ступеньку ниже то же самое знание, но облеченное в форму. В какую-то форму. Это может быть притча, каан, какая-то практика формальная, типа того, что мы делали сегодня в начале. Нужна форма для человека. Если он и это не может взять, он еще молочник, он еще не может жевать, ему нужно пока жидкое молочко пить, человеческая душа находится на такой ступени, тогда ему дается более грубая форма. Ему нужны тексты, ему нужны ритуалы, ему нужно выполнять правила ям-не-ям, морально-этические предписания и так далее. И вот таким образом работают эти школы. сначала верхушка, потом ниже, 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 ниже. В обычных школах все устроено совершенно наоборот. Вначале, вы знаете, человек идет с первой классом, удается азы, потом дальше, дальше, дальше. И также в духовных школах, обычная духовная школа устроена противоположным образом. А вот недвойственная школа работает именно так. поскольку я пытаюсь создать в России недвойственную школу, мы как раз именно этим сейчас и займемся. Я передам вам сейчас самую суть. Если вы сможете... вы готовы к этому? Да? Отлично. А я нет. Но тем не менее, я попробую. я уже начал. Спасибо. Продолжение следует... 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 Ощущение себя, своего мира. Он замкнутый, он ограниченный, он маленький. Его нужно сломать, эту клетку, эту тюрьму. Нужно выйти из нее. Как? Вот что мешает. Чтобы ответить на вопрос, как, нужно увидеть. Нужно увидеть, что тебе мешает и какой ты. Чтобы убежать из тюрьмы, нужно оглядеться по сторонам для начала. Увидеть, что вот здесь можно сделать подкоп, а вот стражник, которого надо грохнуть, ну и так далее. Иначе как уйти-то? То есть нужно начать смотреть. В этом весь смысл практик, которые я стараюсь давать людям. Научить их видеть. Речь не идет о видении физическими глазами. Мы и так умеем это отлично делать с детства. И так каждое утро мы открываем глаза, и перед нами возникает мир. Он продолжает существовать в течение дня. А вечером мы закрываем глаза и засыпаем, мир исчезает. Но видение, о котором я сейчас говорю, это другое видение. Это глаз, который открывается внутри сознания. Это глаз, который не закрывается никогда. Ни днем, ни ночью. Что делает этот внутренний глаз? Можете назвать его третьим глазом? Неважно. Можете четвертым. Это просто способность, внутренняя способность человека видеть. Она забита, замылена в людях. Люди подобны слепым кротам. Они бродят в полутьме, тыркаются туда и сюда. Почему? Потому что они не видят. Они не видят, что нужно делать. Они не видят выхода. Они не видят самих себя. Они не видят, как устроена их внутренняя машина. Как работает их психика. Соответственно, они не понимают законов кармы. Они читали об этом, они все слышали, но они не видят. Понимаете, читать, это значит слушать. Обучение через чтение, через слова, через лекции, как мы сейчас делаем. Это развитие слуха внутреннего. Мы слушаем. Но вы понимаете разницу между русскими глаголами? Слышать и видеть. Это совершенно разные вещи. Так вот, я стараюсь научить людей видеть. Как это сделать? Как открыть этот внутренний глаз? Понимаете, когда это внутреннее видение открывается, это ключевое слово, видение, видеть. Человек постепенно становится видящим. Отсюда русское слово прозреть. Ведь просветление и прозрение, это одно и то же. Прозреть, это значит увидеть. Разве не так? Смотрите, какой мудрый язык русский. Так как открывается это видение? Как начать прозревать? Для этого просто нужно начать смотреть, что происходит. И вот первая психотехника. Я буду давать вам сегодня и завтра психотехники, то есть способы работы с собой, способы практики, медитации в повседневной жизни. Некоторые из них можно делать и сидя, в позе лотоса или полулотоса, или в аджрасаны, неважно. Но большинство этих практик, которые я даю, они рассчитаны именно на применение в повседневной жизни. Потому что гораздо больше времени мы проводим в делах, в суете. Хватка кармы не отпускает нас, чтобы просто спокойно сидеть и жить в своем удовольствии, заниматься медитацией, гулять. Нужно работать, жить. Изживать желания. Хватка кармы – это неизжитые желания. Наши с вами. Другой хватки у кармы нет. Но к этому мы подойдем позже, к теме желания. А сейчас практика самонаблюдения. Она изложена немножко в моей книжке «Пространство сознания». Сейчас книжку, которую я заканчиваю, там она более подробно изложена. Пока я вам просто ее расскажу. Есть великая притча в Упанишадах. Вы знаете, что Упанишада – это начало Адвайта Веданте. Это начало индийской мудрости. Так вот, есть такая великая Упанишада, маленькая, про двух птиц. Вы знаете ее? Про двух птиц. На ветке дерева сидят две золотые птицы. Одна птица, первая птица, клюет сладкие и кислые плоды, которые растут на этом дереве. А вторая птица, моё истинное «Я», она ничего не делает, она просто смотрит на первую. Обе эти птицы являются друзьями. У них дружеские отношения между собой. Вот вся Упанишада. Значит, еще раз. Первая птица клюет кислые и сладкие плоды из дерева жизни. Это маленькое «Я». Это наша психика. Это наше сознание. Это то, что мы живем, ощущаем, переживаем, как свою личность. Вот что такое первая птица. А вторая птица, безличный наблюдатель, или как его называют на санскрите «сакшен». Вот этот «сакшен», этот наблюдатель смотрит, как первая птица клюет эти самые плоды из дерева жизни. Вот так устроен человек. В этой маленькой сказке описан человек. Психотехника, которую я хочу вам дать, называется «сакшен». Это вот та вот птица, которая ничего не делает. Что же это такая за птица? Это способность нашего сознания беспристрастно наблюдать за происходящим. Ничего при этом не делая, не оценивая происходящее, не вмешиваясь в него. Просто смотреть. Просто смотреть на то, что происходит. Делать это внимательно, спокойно, расслабленно, глубоко. Эта функция, эта программа встроена в нас до рождения. Нам не надо учиться наблюдать или смотреть. Мы умеем это делать. Когда ребенок открывает глаза, он смотрит на мир. Он и есть сакшен. Потом постепенно он начинает вовлекаться в дела этого мира. Они захватывают его, уносят его, возникает карма. И так же делаем мы. Вот сейчас нужно вернуться к тому моменту, когда мы только что, когда ребенок только что открыл свои глазки. Мы не помним, как это было, когда мы первый раз в жизни открыли глаза. Но хотя бы представим это. Вот мы первый раз открываем глаза. Представляете, как это круто? Увидеть все вот это первый раз. Это очень круто. Вот это сакшен. Итак, как делать практику? В любой ситуации жизни, неважно в какой, в плохой, в хорошей, на ходу, когда мы сидим за компом, когда ругаемся с начальником или с женой, когда скучаем, когда тоскуем, когда влюблены, когда лежим или стоим, голодные или сытые, злые или довольные, не имеет значения. Чем хуже ситуация, тем лучше для практики. Именно если вы взорвете чудовищную ситуацию изнутри практикой, это положит золотой кирпич в фундамент, в основание здания вашей практики, подлинной практики самопознания. Поэтому работайте в самых неблагоприятных ситуациях в жизни. Применяйте вот эти психотехники. Итак, что мы делаем? Ничего. Мы сознательно, ничего не делаем. Просто смотрим, что происходит. Мы смотрим на то, что происходит снаружи нас, как разворачивается ситуация, разворачивается сама. Ведь все же происходит само по себе, так? Мы не вмешиваемся в эту ситуацию. То есть мы делаем то, что мы делали, но продолжаем при этом спокойно наблюдать за своим телом, за реакцией окружающих людей, если они рядом. Если нет людей, то за природой, за травой, за деревьями, за небом. Просто смотрим на все. Тупо смотрим. Но я сейчас описываю внешнее. Мы смотрим и на свое тело. Если у нас возникают, скажем, какие-то ощущения в теле, ну, например, мы устали или заболела там голова, к примеру. Мы продолжаем смотреть и на это тоже. На головную боль или на состояние оргазма. Без разницы. этой птицы до фонаря, что происходит. Она просто смотрит на все и больше ничего не делает. Она больше ничего не умеет делать. Эта птица и является видением в нас. Это видящая птица. Открыть эту птицу в любой ситуации жизни. Вот что такое психотехника сакшена. Сакшен на санскрите означает внутренний наблюдатель или свидетель. На что еще смотрит сакшен? Он смотрит на первую птицу. Он смотрит, как первая птица клюет кислые и сладкие плоды с дерева жизни. То есть, как мы с вами испытываем радость или боль или скуку или сатари переживаем. Свидетель смотрит на все. Ведь кто добивается освобождения? Первая птица или вторая? Вопрос к вам. Первая. Правильно. Первая птица добивается освобождения. А вторая птица смотрит, как-то первая добивается этого самого освобождения. Так или нет? И когда она его добьется, что происходит? Друг на друга вы хотите сказать? Помрут с голоду. Вы боитесь умереть с голоду? Итак, еще раз. Практика сакшен, психотехника сакшен. Сознательно. Сколько времени, это от вас зависит. Нет какого-то там задания, пять минут наблюдать или час. то сколько угодно. Хоть до конца жизни. Это и следующий. А можете три минуты? Как вам нравится? Вы же свободны? Ощутите, насколько вы свободны во всем. Вы можете делать практику сакшен сколько угодно, Или не делаете ее вообще. Прикидываете? Вообще, вообще улет. Но это свобода не только в этой практике, она свобода вообще. Она есть. Она уже здесь, давно. Ну так вот, это лирическое отступление. Практику к сакшену мы делаем сколько угодно долго. Или не делаем. Но если мы ее даже не делаем, мы продолжаем наблюдать, нам от этого никуда не деться. Сакшен-то не выключается. Это как камера, которая стоит в углу этой комнаты. Вот тут можем на ушах стоять, камера будет все это фиксировать. Спокойно и равнодушно. Сакшен абсолютно равнодушен к происходящему. У нее нет эмоций никаких. Это чистое зеркало. Зеркало просто отражает все и никак не эмоционирует по этому поводу. У сакшена нет чувств. У сакшена нет времени. для него все равно будущее, прошлое. Он смотрит сейчас, вот в эту секунду. Он наблюдает. Еще что можно сказать про эту замечательную птичку. У него нет индивидуальности. Индивидуальностью окрашена первая птица, наша я. а сакшен безличностный. Он никакой. У него нет окраски. Поэтому можно сказать, что этот наблюдатель, который встроен и смотрит сквозь наши глаза и слушает сквозь наши уши, он один для всех, одинаковый. вот сейчас он наблюдает за тем, что я здесь говорю. И во мне, и в вас тоже, заметьте. Их немного сакшенов в каждом из нас, а он один на всех. Вот это и есть космическое сознание. Сакшен это не что иное, как общие космические наблюдатели. Потому что он сидит и в вас, он сидит и в каждой букашке и в каждой таракашке. Только воспринимает он соответственно действительность таракашкиными глазами и ушами. Представьте, как таракашка видит этот мир. Только вдумайтесь. Вот ползет таракашка и смотрит. У них глаза еще такие большие выпученные бывают. Вот как она видит через эти глаза? А как муравей видит мир? А как видят его боги? А как видят его дакини? Совсем по-разному. Мир то вроде один, а предстает он им совершенно по-разному. Это называется кармическое видение. Мы как люди обладаем общим кармическим видением. Это карма нас как людей человеческого рода видеть действительность вот именно таким образом как мы ее видим. а у тараканов карма тараканов и у них таракание видение, а у стрекоз стрекозинное видение. Но за всем за этим, за разными видами видения стоит один сакшен. Ему прикольно глянуть на мир глазком таракана и нашим глазком. Ему так нравится. Посмотреть сквозь эту лупу или через сквозь эту лупу. Давайте прямо сейчас поделаем эту практику. Не надо садиться в специальную позу, я вас очень прошу. Не нужно ноги в лотос, выпрямлять спину. Я предлагаю еще больше согнуться, скрючиться и посмотреть, как мы это делаем. Дыхание вообще можно сделать поверхностным, сдавленным. Не принимать красивых изящных пост пальчиками и посмотреть, как мы это делаем. Не принимаем. Я без шуток. Давайте попробуем, хотя повторяю, ситуация зала, она не оптимальная, далеко не оптимальная для сакшена. Сакшена нужно сделать в тусовке, в гусе событий. Вот тогда он работает, тогда он может взорвать реальность. Но у нас нет здесь ситуации ретрита. На ретритах мы живем, там готовят еду, прыгают в речку, больше похоже на жизнь. Но поскольку у нас не ретрит, а тренинг, что же нам бедным тут делать? Давайте посмотрим на то, как мы здесь сидим. Это конечно очень скучно. у нас нет другого выхода. Начали. Ребята, я очень прошу вас не медитировать. Практика сакшена это не медитация. это просто спокойно смотреть, что мы уже отлично умеем и так делать. При этом можно говорить, можно чесаться, все что угодно. Сакшен никак не изменится от этого. Вы чувствуете? Скажите что-нибудь. Хочется улыбаться. Кто хочет улыбаться? Улыбаться. А кто-то наблюдает? есть есть по ней какие-то вопросы, мысли, предложения? Пожалуйста. А это домашнее задание. Понятно, что нужно делать это самим в жизни. Пожалуйста, есть желание поделиться? прошу вас. Прошу вас. Но он же. Только мы его не знаем, не осознаем. Кто мы? Подождите, давайте разберемся, это очень важно. Кто не осознает? Та часть или тот участник. Вы состоите из частей или нет? Вот я так вижу, что да. А я так вижу, что нет. Я имею право так считать? Я так считаю. Я так считаю, что вы не состоите из частей. Почему вы упираетесь? Я так и вижу. Вы видите части? Ну, я вижу, что всегда, точнее, временами присутствует у меня несколько. А тот, кто видит, он один? Ну, он в том числе и эти части. Нет, он не эти части. Он отличается от них чем? Правильно. Тем, что он видит. Тем, что он один. Тем, что он цельный. Сакшин один. Это одно единое, цельное, нераздробленное видение. Понимаете? Там даже нет того, кто видит. Там есть видение. Понимаете? Чувствуете разницу? Видение тотально. Это процесс. Там нет личности. Сакшин не личность. Птичка – это просто образ из индийской сказочки. Сакшин – это океан, это волна, это бесконечность. Сакшин – как небо. Вот такое отношение к этой практике правильное. У вас есть какие-то идеи или вопросы? Прошу вас. Я не слышу здесь. Кто-то смотрит на это напряжение? Попробуйте сейчас посмотреть на это напряжение. Не посмотреть, а открыть того, кто его видит. Я – это кто? Что такое я? Это очень важная вещь, давайте разберемся. Кто сейчас видит напряжение в вашей голове? Кто наблюдает за ним? А кто тут? Это кто он такой? Тот, который сакшин. Ну вот новый ярлык приклеили. Теперь вроде все типа понятно. Сакшин наблюдает. Да нет никакого сакшина, ребята. Шутка это. Она не злая, она нормальная, добрая. Но шутка. Ну что вы приклеились к этому сакшину? Вы хотите, чтобы я загрузил вас новыми программами? У вас не получится. Я не хочу грузить вас новыми программами, у вас их и так хватает. Я пытаюсь. Это сложная работа, поверьте. Компы перегружены, они трещат от старых программ. Я не знаю, как отформатировать ваши диски, но я пытаюсь. Так программа – это и есть мусор. Старые ненужные программы, которые болтаются в ваших компах, это и есть бесконечный мусор. Забудьте о сакшине, я пошутил. Что нам делать дальше? Вам понравились мои шутки? Вам понравилось ничего не делать? Хорошо. Тогда следующая психотехника номер два. Буду грузить следующую программу. Ну такая у меня работа. Грузить программу, а потом их стирать. Сакшина стерли? Забыли о нем? Наплевали на сакшину? А? А он есть. Так что же нам его не расстрелять никак, что ли, этого сакшина? Есть и есть. Ну не хайбудэ, как на Украине говорят. Хайбудэ сакшин. Не имеет значения, есть сакшин или нет. Имеет значение, счастлив мы или нет. Вот это серьезно. Точно. Кто-то там внутри соглашается и кивает головой. Хорошо, тогда я даю психотехнику номер два. А я вас сразу загружу немножко, ладно? А потом мы отдохнем. Техника номер два вам еще больше понравится, потому что она называется увэй. Уэй означает недеяние на китайском языке. Сейчас из Индии переедем в Китай. Увы, бездействие, недеяние. Эта практика родилась у древних даосов. И самый известный, великий даос, вы знаете, это Лао Цзи. Если вы еще не прочли один из 50 переводов его бессмертной книги Дао Дэ Цзин, я советую вам немедленно это сделать. Положить ее под подушку и не вынимать оттуда никогда. Лучший перевод на русский язык Яншун. Китай, живший в Москве. Яншун, да. Лучший перевод на русский язык. Читайте этот перевод. Не только читайте. Сделайте это своей жизнью. Потому что древние даосы, а это Лао Цзи, и второй великий даос, это Джуан Цзи. Его текст так и называется по его имени Джуан Цзи. У меня это все есть на списке литературы, на сайте можете не записывать. Но вот эти две книги, Дао Дэ Цзин и Джуан Цзи, если вы не знакомы, я советую вам немедленно скачать, придя домой. Прямо сегодня. Так вот, понятие увэй, или бездействие, или недеяние родили китайцы. Китайцы очень хитрые ребята. Они просто так ничего не делают вообще. И уж если они родили недеяние, они ему следуют. Посмотрите, что происходит сейчас в Китае. Кто-то был в Китае? Был в Китае. Так что вы знаете, что там происходит. Нам еще далеко, да. Ничего не делают, только все у них как-то вот так вот. Само, да. Разворачивается в суперцивилизацию. И наступает на нашу Сибирь. А вы недалеко от Сибири. Уже наступили. Я предлагаю вам ответить китайцам мирным наступлением увэй с русской стороны. Предлагаю вам овладеть этой психотехникой, применить ее, распространить ее дальше. Задавим китайцев. Их же увэем. Значит, что такое увэй? Это очень серьезная психотехника. Лучшая психотехника в экстремальных ситуациях. Если вы попали в экстремальную ситуацию, вас приезжали в темной парадной, поставили на мушку, что называется, или любая ситуация, болезни тяжелые, трагедия в жизни. Ну, я не знаю. Это лучшее, что работает. Проверено, ребята. Лучший психотехник? Нет. Нет. Обрадоваться не работает. Когда у вас умер ребенок, не работает. Понимаете? Не работает иногда ничего. Но увэй работает всегда. Что такое увэй? Увэй довольно сложная штука на самом деле. И на самом деле она очень сложная штука. Она является универсальной психотехникой. Базовой, ключевой и самой продвинутой на самом деле. Вот так. То есть с нее можно начать, и ей же можно и закончить свой путь. И можно применять ее на любом из промежуточных этапов вашего пути точно так же. Она бездонная. В чем смысл этой практики? Недеяния, бездействия. В том, чтобы ничего не делать. Это близко. Этот лозунг близк и дорог русскому сердцу. Мы безумно ленивы. Это заметил еще Александр Сергеевич Пушкин. Он сказал, русские ленивы и нелюбопытны. Да, теперь мы сделаем это практикой. Теперь мы осветим собственную лень, матушку, и придадим ей священный статус. Статус. Недеяние. Увэй. Это будет очень круто и весом. Результаты, которые достигаются с помощью увэй, ребята, совершенно обалденные. Я хочу вам сказать это из своей жизни. Достигается гармония, счастье, здоровье. Вообще это такая золотая шкатулка. Я вас не заманиваю. Оно так и есть. Я хочу вас научить. Научить вас ничего не делать вообще. Потому что хоть вы и любите ничего не делать, но вы не умеете. Я хочу вас профессионально, грамотно подвести к этому вопросу. Да, по-китайски. По-древне даже китайски. Супер, да. Супер штука. Так вот как это не делать ничего? Не делать ничего – это значит не делать ничего вообще внутри себя. Понимаете, что психотехники – это же внутренние, практика внутренней работы, так? Она невидимая окружающую. Тот же Сакшен или Уэй, или у меня этих психотехник там около 30. Они не проявляются снаружи. Вы не махаете руками, не заплетаете ноги в лотос и так далее. Это невидимая работа с сознанием. Внутренняя работа, как называл это, Гурджи. Так вот, Уэй, недеяние или бездействие – это, другими словами, позволить всему происходящему происходить самому по себе. Все и так идет. Ваше тело безукоризненно работает. Это великая машина. Там происходят миллионы или миллиарды биохимических реакций каждую секунду. Кто это контролирует? Вы, что ли? Да не смешите. Мир, который окружает вас, так же безумно сложен. Какая сила всем этим управляет? Неважно. Вы при этом в глубине ничего не делаете. Вы спокойны. Сакшен отличается от Уэй тем, что он смотрит. Смотреть – это делать или не делать? Конечно, делать. Сакшен – это активная психотехника, потому что она пришла из Индии. Индусы – люди очень активные. Они любят действия, они любят шакти. Китайцы тоже, вообще-то, активные ребята, но они любят бездействие, китайцы. Поэтому это пришло из Китая. Это пассивная психотехника, увы. В этой психотехнике не нужно расслабляться, что-то отпускать, какие-то зажимы, что сейчас любят делать на разных йога-нидрах, психологических консультациях. Расслабляться. Да, люди напряжены, люди зажаты, люди живут в ужасных условиях. Жизнь нечеловеческая. Я это отлично знаю. Ведь человеку нужно уметь расслабляться, я же не против. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что такое увы. Увы – это не делать ничего. В том числе не расслабляться. Не останавливать мысли, не медитировать, вообще ничего. Ну как это еще объяснить? Я надеюсь, что это понятно. Да? Нет? А кто понял, что такое увы? Поднимите руки. Довольно много. Ну не много, но половина, наверное, или треть нас поняла. Как здорово. Меня так радует, когда люди врубаются. Мы сейчас это проверим. Я вас не отпущу живыми отсюда. Значит, те, кто поднял руки и врубился в смысл увы, я сейчас прошу объяснить нам. Сейчас антисоцинка начинает. Я прошу вас объяснить нам, что такое увы. Представьте себе, что к вам приходит человек в улице. Или ваш друг. И говорит, что там какой-то увы, типа я слышал. Ну-ка давай, расскажем мне. Прошу. Кто начинает? Кто поднял руку? Ну, телом я что-то делаю, но не только телом. При этом у меня есть и чувства, и ощущения. И, ну, особенно это с чувствами работает. Но я не стараюсь. Не очень планирую. Хотя, ну, и планирую, и не планирую одновременно. А что такое увы, это не планирует? Недеяние. А что такое недеяние? Не участие, не участие, ну, какое-то внутреннее не участие в том, что я делаю. Как это делать? Как это? Никак не делать. И даже позволение всему происходить, это тоже дело не по сути? Вы объяснили? Следующий, прошу вас. Ну, я на собственном примере объясню, который мне понятен. Я очень люблю играть на барабане. И на барабане, то есть, ну, был опыт, немножко преподавал, но сейчас не так оставил это дело. То есть, человек может брать и хотеть играть как правильно, то есть, красиво. То есть, он спрашивает, куда ударить, какая техника существует. И, то есть, отпустить себя и просто играть, как дети, допустим, безобразно, ну, именно с энергией. Ну, люди в основном боятся, потому что приходят, и один спрашивал, говорит, мне нужно к лету научиться играть круто, как ты. Я его сразу, ну, то есть, как бы, все, то есть, ну, никакое общение там уже дальше не было. А состояние недеяния, когда ты изнутри вообще позволяешь вообще действовать рукам, пальцам, свободно настолько, ну, что они сами это делают. Но в этот момент ты... Вы сейчас сказали, что позволять действовать пальцами. Да. Вы произнести эти слова. Да. Русский глагол «позволять» означает что-то делать, или означает что-то делать, что делать, что делать. Не делать ничего. Ну, подождите, давайте разберем. Хорошо. Вы когда позволяете своим пальцем импровизировать, вы что-то на этом делаете, когда позволяете, или нет? Подождите, ребят, давайте уважать рукой. Мы разговариваем с человеком, как бы он будет на нас возможность действовать. Хорошо. Можно еще вопрос раз повторить? Когда я играю? Когда вы играете и отпускаете свои пальцы. Да, да, да. Сделал так. То есть это увы или нет? Да. Нет. Нет, но это можно назвать деяние в недеянии. То есть это... Вы должны путать деяние в недеянии. Как сказать? Ну, словами сложно это объяснить. Но вот, например, такой... Нет, это очень просто. Вот, к примеру, если барабан стоит, и он пустой, проезжает за окном машина, где-то поет птица, еще что-то, он благодаря тому, что пустой, он это все считывает, он вибрирует. Так же, когда ты внутри полностью вибра... ну, то есть не привносишь никаких усилий для того, чтобы играть красиво или правильно. Ты просто звучишь. Поначалу ты играл... Не привносишь никаких усилий. Цитирую вашу правду. Да. Это что-то сделать, не привносить никаких усилий? Или не сделать ничего? Вопрос. Не сделать ничего. А не сделать ничего, это что-то сделать или нет? Сделать. Сделать. Молодец. Так является ли это практикой ухвы? Древний китайский... Нет, я согласен, это не является практикой, но можно, будучи в этой практике, играть, потому что есть те же дзен-барабанщики. Можно вообще жить. Да. И это применять потом в жизни, потому что... Это что применять в жизни? Присутствовать в том, что просто тебе жизнь преподносит, не делая ничего, просто принимая ее. Спасибо. Вы не поняли технику. Кто хочет еще попробовать, прошу. Пожалуйста. Просто нет того, кто делает. Меня нет ни в какой форме, ни как наблюдателя, ни как позволятеля. Просто ничего нет. Я ничего не понял, но спасибо. 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 Под защитой, и ничего для этого не было. Под защитой? Ну, чувствуешь себя комфортно и спокойно. Тогда, ну, что-то, если мы будем делать, тогда... Под внутренней нахотой тоже ничего бывает. Вы мне рассказайте, что такое увы, короче. У вас для этого в руках прекрасно. Давайте еще одна, по-моему. Просто все течет вокруг себя. Да, это не переламывается. Ну, только... Не надеюсь, что с миром, но не переламывается. А когда вы все не переламываете, это как? Просто плывете по волне. Нет, это не только. Спасибо. Кто еще хочет попробовать? Да, пожалуйста. Я боюсь, что не удастся обойтись без глаголов, но просто жизненная практика. Вот идет какая-то ситуация, и я себя пытаюсь отключить, и все. И ситуация идет, я в состоянии принятия. То есть я не борюсь с ней, я ее принимаю. То есть вот увы, возможно, где-то это медитативное состояние принятия. Но опять глаголов много, но мы говорим вот, да, так же вот, как не описать слово «любовь», да, это нечто вот такое, что словами не описать. Оно либо случается, либо не случается. Так же вот это увы, наверное, из разряда «либо оно есть, либо оно случается, либо не случается». Мужик, все правильно. Спасибо. Это тепло, но еще не горячо. Вы ближе всех подошли к объяснению передачи сути увы, но не точно. Для вас увы – это принятие. Принятие по-русски означает смирение. Смирение с происходящим. Но это еще действие. Это тонкое действие. Да, тонкое. Согласен, вы уже вышли на уровень смирения, что вообще-то является монашеской дисциплиной. Монахов ведь учат. Смиряться учат. И Саня Асинов учат смиряться. Вы вышли уже на уровень достаточно продвинутой работы, но фишку увы вы пока еще не просекли. Кто хочет попробовать нам объяснить еще? Прошу. Это отсутствие эмоций. Как делать увы? Вы не отвечаете, но отройте. Ну, может быть, это последствия такой практики, я не знаю, отсутствие эмоций. Хотя сомневаюсь в этом. Как увы делать? Кто хочет еще попробовать? Вы, может быть, выйдете? Мы записываем все. Мы записываем. Говорите мне. Происходит потеря эго. Вы растворяетесь, то есть я растворяюсь в небытие. И не ощущая себя, как эго. Как часть чего-то. Это ум. Эго. Эго. Попробуйте. Как делать увы? Отключать вам вопрос. Не раствориться. И не ощущать эго. это состояние я имею ввиду что к вам пришел приятель сегодня вечером и говорит слушай вот там увы я вот это имею ввиду спасибо это подождите давайте уважать друг друга давайте не будем перебивать друг друга хорошо я вас не перебиваю вы можете повторить у нас били можете повторить ответ пожалуйста я думаю что его невозможно сделать спасибо вот это в точку это на пятерку это первый человек который передал суть а если я просто вспомню увы это мне как-то хотя бы поможет в этом состоянии спасет вашу бессмертную душу благодаря этому пойдете в рай вы это хотели услышать нет а что вы хотели услышать можно только позволить этому случиться открыться ждать может ну и то это есть ну не беспокойтесь спасибо то есть вы ничего не поняли ничего отлично спасибо за честность очень рад вашему комментарию вопросу очень честно от всего сердца я прямо это чувствую сказали я ничего не поняла это здорово вот так признаться от души вот это и есть его увы это чистое сердце я ничего не понимаю останьтесь в этом вот в этом состоянии я ничего не понимаю ничего с этим не делаете вот это и будет увы понимаете сейчас понимаете подождите ну вот так примерно да вот как сейчас подождите ничего не говорить ставить да или нет ну сомнения уберите скажите да ну скажите нам всем да хотите не хотите хорошо спасибо у нас такие странные происходят диалоги вы не обращайте внимание сдвиг сознания тяжелое дело мы пробуем это сделать по поводу увы кто-то хочет еще что-нибудь сказать объяснить то есть может спросить продолжить тему да пожалуйста я хочу немножко закопаться до той вещи которую как-то я хочу просто выразить но в том сути то что человек может что-то хотеть но то есть то что я хотел сказать действие бездействие человек же может быть полным увы то есть это ну шавасана ничего не делать он даже может просто отсутствие мысля но допустим те же китайцы они что-то делают но они в этом же моменте ничего не делают они просто следуют своей природе ну природе вещей как она есть они не следовали именно своей природе но они все равно если тибет был уничтожен то это случилось случилось с позволение бога а у китайцев нет бога ну они буддисты и да у них там бога ну не знаю ну не знаю ну нет конечно не увы конечно а что это это геннадий не но я не говорю что все китайцы они занимаются увы мы что вы я имею ввиду то что ну не знаю мне ничего сказать спасибо вот последняя фраза была самой самой правильной стоп стоп остановитесь вы сейчас все портите вот последняя фраза была замечательной какая была фраза повторите пожалуйста пожалуйста вы хотите осознанное отсутствие осознанное отсутствие осознанное отсутствие спасибо хорошо мы будем заканчивать эту нашу тему если нет рвущихся к микрофону еще есть рвущиеся к микрофону? кто еще рвёт? вы да? пожалуйста вы удовлетворены ответом? а провокация да спасибо спасибо хорошо ребята мы скоро пойдем с вами на чай у нас будет перерыв чайный небольшой что увы и что но до перерыва еще есть какое-то небольшое время и хотелось бы чем-то его заполнить давайте сейчас пообщаемся в свободном режиме я дал две психотехники вам еще бы хотелось до перерыва вот что самое главное я забыл как всегда о самом главном о недвойственности хотелось бы вам дать представление ментальное или не ментальное какое-нибудь представление о том что такое недвойственность недвойственность это переживание себя других неба деревьев домов машин всего это все одна штука это все одна вещь вот такое переживание что нет разницы между мной и вами между вами и другими людьми вашими детьми или родителями или друзьями это все одно существо которое смотрит бесчисленным количеством глаз слушает бесчисленным количеством ушей у него бесчисленное количество рук ног тел это все одно единое сознание для этого сознания не важно что делать или что не делать не важно куда пойти или не пойти не важно умереть или жить страдать или наслаждаться оно все это умеет оно все это делает но для него все это не имеет никакого значения состояние не единства не двойственности а два и та а значит не на санскрите два и та значит два корень тот же как двойка не двойственность не два одно единое во всем всегда при любых условиях во всех ситуациях только одно иногда это называют Аллахом Аллах един Аллаху Акбар если он так больше нравится вот в этом переживании в этом состоянии жить очень легко поверьте очень легко да пожалуйста скажите Илья а есть какой-то тумблерок который переключает вот от ощущения понимания к знанию вот этого да есть тумблерок делать это тумблерок называется вот это о чем я сейчас говорю словами дел если бы я знал как это делать я бы вам сразу и сказал это секрет это секрет практики это секрет вашей жизни откройте его я сюда для этого приехал чтобы помочь вам это сделать хотите я могу сплясать хотите могу спеть стишок рассказать что я должен сделать чтобы чтобы вы проникли с единством чтобы вы вошли в состояние недвойственности и не выходили из него никогда что вы хотите от меня я готов только подождите только вы можете это сделать никто в мире только вы ну так сделайте ну так сделайте нет мне не удалось я ломаю здесь комедию да видите у меня клоунский наряд до вас доходит я смеюсь вот это и есть то подождите не мешайте человеку вы поняли что я вам сказал я сказал вам вы смеетесь вот это и есть то прощество это вы itas ну вы это есть то вы у меня это вы здесь Вот это состояние потока, которое бывает в группах, на ретритах, оно ведь, наверное, тоже помогает? Может помогать, может нет. В этой игре нет правил. Может произойти все, что угодно в любую секунду. Понимание видения может открыться. В любую секунду. По своей воле. А может закрыться. Тоже по своей воле. Это свободная игра Господа Шивы. Оцените уровень его свободы. Она бесконечна. Господь Шива, играющий через вас с миром, с собой, через вас, через каждого из нас играет Господь Шива каждую секунду. Он всесилен. Он бессмертен. С ним ничего нельзя сделать. Он свободен. Вы понимаете? Шива, который сейчас через вас дышит, смотрит, думает, чувствует, через меня он говорит. Он абсолютно свободен в каждую секунду. Абсолютно свободен. Вы понимаете это или нет? А потом, что я говорю, через вас? Как это он может через вас? Разве он не вы? Разве вы не он? Как может быть иначе? Ведь вы же, это Господь Шива, присутствующий прямо в этом зале. И всегда, и везде. Только он один. Можете сказать, что это не Шива, можете сказать, Аллаху Акбар. Что вам нравится? Это недвойственное восприятие. Это недвойственность. То, о чем я говорю с вами сейчас. Можно не говорить об этом. Но то, что я говорю, никак ее не портит. Ее нельзя испортить? Я обращаю ваше внимание к недвойственности. Потому что наше внимание распылено. Оно прыгает, как заяц. Оно мечется то от одного, то к другому. Собрать его и направить пучком на недвойственное постижение или вглубь самого себя. Вот это и есть практика. Практика – это искусство манипулирования собственным вниманием. Ничто иное как. Как вы направляете свое внимание? Куда? Что вы с ним делаете? От этого зависит ваша жизнь. От этого зависит жизнь ваших детей. От этого зависит все. Я хочу направить ваше внимание вглубь самих себя. Обратить, повернуть его к самим себе. И тогда вы откроете свою тайну. Потому что тайна живет в каждом сердце. В каждом человеческом сердце она живет. И она открыта, она вопиет. Она только ждет, когда вы откроете крышку этого сундука. А там не считано бриллиантов. Не считано. Что вам еще нужно? Вы говорите о том, что вы понимаете это на ментальном уровне. Отлично. Давайте разберемся в этом на ментальном уровне. Чем так плох ментальный уровень? Это же ведь тоже Шива. У Шивы не бывает плохой руки или плохой ноги. Это все он в своем танце. Чем плох ментальный уровень? Ничем. Давайте разберемся на ментальном уровне. Давайте, чтобы нам до перерыва стало ясно, что такое состояние недвойственности. А потом мы со спокойной душой пойдем пить чай. Прошу вас. Скорее даже не ответ и не вопрос. Это просто высказывание, которое сейчас мне в голове вертится. То есть полное осознание этого состояния единства создает страх потерять самого себя. Ну, свое я. Вот ту вот птичку. Спасибо. Очень ценное, верное замечание. По сути дела. Да, это так. Начинает работать некий, включается красная лампочка. Она говорит, парень, тебе еще сюда рано. Ты можешь грохнуть свое я. Оно может сдохнуть. Оно может, как птичка, задреть лапки и все, кирдык. Я начинаю чувствовать страх собственного уничтожения. И это нормально. Почему так происходит? Включите видение. Ответ на вопрос, почему так происходит, это включается внутреннее видение. Вы видите, почему так происходит. Вы понимаете, что такое видение? Оно отвечает на вопросы. Оно, как луч фонарика, высвечивает в темноте. В темноту. Так вот, почему я начинает сжиматься от страха? Потому что оно переполнено неосуществленными желаниями. Вот причина. Потому что вы хотите разных вещей. Так или нет? Так. Что делать с этим? Не знаю. Сейчас мы закончим. Ответ мой. Мой вариант ответа. Изживать. Что делать с неизжитыми желаниями? Вы говорите, не знаю. Я говорю, изживать. Не множить слишком много желаний. Не делать слишком много желаний. Вы не можете их ни делать, ни не делать. Желания живут в вашем сердце. Что вы можете с этим делать? Если вы хотите любить красивую девочку, что вы можете с этим сделать? Ничего. Вы хотите новую машину? Или новый дом? Что вы можете с этим сделать? Ничего. Вы можете заработать денег и купить этот дом? Или отнять его у кого-нибудь? Можете забыть об этом? Перехотеть. Знаете, бывает такое? Хотел, хотел вот такую тачку. А потом тебе ее подкатывают на оберег ключей. А ты говоришь, да ну ее. Не хочу больше. Бывает такое? Бывает. Я не буду. Делать то, что нравится? Мы займемся этим после перерыва, окей? Давайте сейчас закончим с едвойственностью. Все-таки немаловажная тема. Кто хочет по недвойственности? Прошу вас. Со мной что-то случилось, когда вы сказали всего лишь фразу «Одно состояние, что бы ни случилось, в любых условиях, хорошо или плохо, одно состояние». Спасибо. Пожалуйста. Я вот, почему я здесь? Я прочитал вот главу, которая у вас называется «Ничто не имеет значения» и в конце «Кроме любви». Вот. И что имеется в виду по поводу того, чтобы что делать желаниями? Именно когда вот это и есть страсть. Страсть к тому, чтобы… Да, да. Вот. Ну, недвойственность. Спасибо. Кто хочет по поводу недвойственности? Прошу вас. Нет, с недвойственностью мы еще не закончили. Давайте с ней закончим. Прошу вас. Хочется чая, я понимаю. Так давайте уже закончим один урок и пойдем пить чай на перерыв. Просто в состоянии недвойственности не имеет значения, что происходит, когда может быть боль, может быть наслаждение, все что угодно, но это одно, единое, именно как, ну, я ощущаю это как вот состояние сцены, когда ты как состояние, из которого на все, как сцена, на котором события происходят, то есть какой-то танец происходит. Вот. И у этого не... Ну, когда у меня это первый раз произошло, то есть я понял, что это всегда было. И во все времена, и все, и все. И об этом нельзя забыть. Ты... Это... Это всегда есть. Но об этом не стоит говорить. Но для того, чтобы к этому люди пришли, они могут много болтать, они могут много искать, много что-то... Ну, извините, но я не считаю себя человеком. Именно это и хотел бы услышать. Спасибо. Состояние недвойственности, это, наверное, ну, конечно, в первую очередь чувствуешь единство со всем происходящим, а психологически это переживается в первую очередь, как, что все в надежных руках и ни о чем не нужно беспокоиться. А в чьих руках? Его. Его. Шивы. Понятно. Спасибо. Пожалуйста, кто хочет еще? Да, прошу. Возьмите, чтобы у вас записали. Мне кажется, состояние недвойственности это быть с тем, что есть. Каждый... Ну, каждый момент пребывать, пребывать в каждом моменте. А вы уже не правы? Я в каждом моменте. Ну, и вот быть с этим в каждом моменте. Я есть с этим. Да. Ну, и все. И все, что? Да, это так вот. Это интересная разговор. И все, что? И вот переживай. Ну, вот если есть какие-то эмоции, ну, то переживать их. А вы уже не переживаете? Почему? Я каждый момент переживаю какие-то эмоции. Ну, и... Ну, и позволять им быть. А вы не позволяйте, вы сейчас пережимаете, перекручиваете? Я не думаю. Нет, я не перекручиваю. Ну, вы и так все это уже делаете, то, что нам рассказывают. Новенькое-то что-нибудь скажите? Нет ничего новенького. Нет ничего нового под солнцем. Экклезиаст. Спасибо. Пожалуйста, кто еще хочет по поводу недвойственности? Прошу. Я понимаю, что Адвайта приходит тогда, когда мы перестаем делить весь мир. Не просто осознаем его целым, а еще и при этом не делим на события, там, хорошие, плохие, на животных, на воздух. Просто как-то вот... А если перерыв, тогда уже не Адвайта? А как? Если... Конечно. Чему она Адвайта? Все. Хорошо. Я чувствую, пора пить чай. Спасибо. У нас перерыв на минут 15-20. Чай. Спасибо. Вы хотите полчаса? Сколько вам нужно? Ну, полчаса, ребята, перерыв. Полчаса. До двух часов. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok